Всем привет! Я Алиса Че и вы на канале Че Гейм! И сегодня мы будем строить собственный кинотеатр в Тока-Бока! Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь! Погнали! Чтобы обустроить кинотеатр, нам нужно выбрать дом, в котором его обустраивать. Я предлагаю выбрать вот этот. Для начала мы его сносим, чтобы построить заново. Логично! Ну, на самом деле я так делаю для того, чтобы вся лишняя мебель пропала. А, едем туда. Мне кажется, что в нашем домике пока как-то очень тускло, но в кинотеатрах так быть не может. Так что мы сейчас будем заменять обои на более яркие и красивые. Здесь я положу какие-то такие гладкие, как бывают в обычных кинотеатрах. Мне нравятся вот такие. Есть еще такие интересные тоже. И теперь должны выбрать краску. Ну, я думаю, что голубая сюда подойдет. Оттенок какой-то странный. Вот! Суперский! Мне кажется, идеально подходит. Мы так и оставляем эту комнату. Я думаю, что в этой комнате будет вход, потому что у нас тут дверь. А что обычно бывает на входе? Да, правильно! Игровые автоматы! Так что давайте мы их поставим. К счастью, они у нас есть. Два наших игровых автомата. Где второй? Вот, супер! И я думаю, поставить еще один. Вот такой танцевальный. Но тогда нужно и разориться еще и на телевизор. Поставить тогда как-нибудь. Так! Все помещается нормально. Также я вам предлагаю повесить постеры, афиши новых фильмов. Ну вот, например, Титаник. Правда, фильм не новый, но афиша есть. Вот, 33 попугая. Супер! Мы переходим в следующую комнату. И здесь нам нужно обустроить туалет. Мы меняем обои и пол. В принципе, как всегда. Мне почему-то хочется сделать туалет в зеленом цвете. В 24 часа делаю туалет в зеленом цвете. Мы берем вот этот пол. Он очень красивый, зелененький. И меняем обои на какие-то такие. Теперь меняем обои снаружи. Ну и пол тоже поменяем. Не хочу делать одинаковый. Мне кажется, так классно. Правда, цвет дверей изменить нельзя. Мы поставим два туалета. Вот таких. Не буду ставить очень большие, потому что туалет у нас достаточно маленький. И еще нам нужна раковина. Либо вот такая. Ну, на самом деле, она странная. Мне не очень нравится. Либо же вот такая. Оставим розовую. Говорила, что она странная. Мне не нравится. В итоге оставила ее. Нам нужно еще зеркало повесить над раковиной. Повесим вот такое яичко. Также нужно мыло. Вот мыло для рук. Такое зеленое. Говорила, что буду делать в зеленом цвете. Ну, еще и голубое какое-нибудь. Мне кажется, что здесь чего-то не хватает. Давайте сделаем полочку небольшую. С какими-нибудь вещами нужными. Например, с салфетками, чтобы вытирать руки. Чаще всего такое есть. Во-первых, полотенца. Мне кажется, я во все туалеты их кладу. Хрен для рук. И вот эти салфетки. Отлично. Туалет уже готов. Классно. Теперь я хочу повесить на эту стену тоже афиши. Фильмов. Вот, например, фильм про какой-нибудь волейбол, баскетбол. Ну, мне кажется, что это баскетбол. И вот сова. Гарри Поттер. Кстати, если вы еще не смотрели, как я жила 24 часа, как Гарри Поттер, обязательно посмотрите. Сова из Гарри Поттера сделали вот такую афишу. Ну, мне на самом деле нравится. Вот эти две комнаты у нас готовы. Переходим дальше. Эту большую комнату я пока не буду трогать. Я сделаю в ней основной зал. Это у нас будет небольшое кафе, знаете, как есть, где продается Кока-Кола, попкорн, разные прикольные штуки. Я сделаю такие же обои, как и в первой нашей комнате. Ну, и пол, соответственно, тоже такой. Отлично. Оставляем. Вот. Такой столик чаще всего стоит. О, кстати, у нас же есть аппарат для попкорна. На самом деле это супер классно. Но нам нужен еще один стол, чтобы его туда поставить. Теперь полка синяя. Я не могу ее повесить выше из-за того, что там окно. Нет. А, зачем она заполняется попкорном? Нам придется вытаскивать эти стаканчики, чтобы они не заполнялись попкорном. А, они ставятся друг в друга. Не надо так. Вот, поставим. Шесть стаканчиков вот таких вот для попкорна. Также нам нужен какой-нибудь холодильник, там, где будут стоять разные напитки. Слушайте, здесь есть, во-первых, вот такой. Я думаю, что такие часто бывают в кинотеатрах. Так что мы его ставим. Мне нравится. Достаточно прикольно получается. Вот, можно вообще аппарат такой поставить, чтобы напитки наливать. Ну, и теперь сама еда. Что же у нас есть из еды? Вот такие соки мы поставим сюда. Яблочный, клубничный. Все, что хотите. Ну, и вот такие конфеты. Да, мне кажется, они часто бывают. Рис мы класть не будем. Не думаю, что его кто-то будет покупать. Ну, а что с ним делать? Сухой грызть, что ли? Какой-нибудь стол нам тоже понадобится, чтобы можно было посидеть, подождать, пока начнется фильм. Покушать пока попкорн. Два стульчика. Отлично. Ставим один сюда, другой сюда. И еще где-то здесь был кетчуп с майонезом. Ну, или с горчицей. Не важно. Вот, мы их поставим сюда. Даже в кинотеатре мы используем мебель Hello Kitty. Представляете, какая классная? Мне уже нравится, что получается, нам нужен теперь кассовый аппарат. Не понял. Ну-ка обратно. Также можно поставить что-то музыкальное. Но вот только куда? Опа! Оказывается, туда можно что-то ставить. Слушайте, это очень экономит место. На самом деле классно. Оставляем, значит, так. Супер, наше кафе готово получается. Ну и остается самое последнее. Последнее, мух, это зал, в котором будут смотреть кино. Сделаем темные обои. Не знаю, насколько они темные. Ну, наверное, вот такие синие. Пол, мне кажется, вот такой. Прям супер. Вот пол я помню хорошо. Смотрите, давайте лучше поставим черные, чтобы наверняка. Ну вот, как-нибудь так, да. Нам теперь нужны какие-нибудь удобные кресла. Либо же стулья. Давайте поставим эти. Мне кажется, они как-то больше всего, что ли, подходят. Не знаю, почему, но все остальные вообще мне не нравятся. Вот мы как-то поставим их вот так. Вот ряды. На самом деле тут места не очень много. И разворачивать их нельзя. Поэтому у меня не очень много выбора, куда их ставить. Поставим так. Ну и что ж, теперь самое важное. Это экран. Нам нужен либо огромный телевизор, либо что-то придумать другое. Тут есть несколько больших телевизоров. Вот такой. Это вообще телевизор, который висит. Ну и экранчик маленький, конечно. Как на нем вообще что-то смотреть? И еще вот такой телевизор есть. Какой больше? Мне кажется, что вот этот больше. Так что оставляем мы его. По-моему, там вот такой свет вдоль разных рядов. И сюда еще поставим сигнализация на всякий случай. Вот сюда куда-нибудь. О, вот такие тоже висят очень часто. Да, я знаю. Ладно. Сигнализацию убираем. Вот, вешаем свет высоко. Супер. Включаем освещение. Слушайте, это очень похоже. Мы поедем сейчас за дисками, потому что мы не можем включить телевизор. У нас нет дисков. Поехали тогда либо в какой-то магазин. Честно говоря, не знаю, где они продаются. Либо крите домой. Там они 100% есть. Где же тут наши диски? Вот они. Они на самом деле такие странные. Они очень маленькие. Я вообще не знаю, можно ли их брать. Хорошо, брать их можно. Джойстики я забирать не буду. И дисков не очень много тоже. Ладно, два диска лучше, чем ноль. Едем снова в наш кинотеатр. Да, что-то у нас явно сломалось. Давайте-ка засунем сюда диски, чтобы такого больше не было. Опа, Мистер Бургер. Допустим, первый фильм есть. Второй. Это вот такие вот гонки. Очень захватывающе. Вот такой у нас кинотеатр с двумя фильмами. Ну, на самом деле, я надеюсь, что скоро появится больше. Опа, куда у нас стол пропал? Ребята, у нас просто пропал стол. Нам придется его делать заново. Я не понимаю, куда он пропал. И почему главное? Ну, ладно, хорошо. Делаем заново. Нужно главное вспомнить, что у нас пропало. По-моему, вот этот аппарат. Нам, кстати, нужны еще стаканчики, чтобы наливать вот этот сок. Вот какие-нибудь такие давайте наверх ставим. Шикарно. Я думаю, что это все мы можем уже пробовать. А вот баба Ига, допустим, пришла в кинотеатр. Кстати, у нас же еще есть одна комната, которую мы не обустроили. Точнее, это не комната. Это улица. Например, какой-нибудь столик. Выйти, посидеть, подождать фильм. Ну, да, в принципе, идея хорошая. Давайте так и сделаем. Какие-нибудь такие столики. Ну, нет, два стола это уже слишком. И тем более они такие большие. Вот, есть такой? Мне он нравится. Давайте оставлять его тогда. И еще разные стульчики. Вот, два стульчика. Лучше вот здесь. Прямо на дорожке. Ну, нет. Мы тогда вовнутрь поставим этот маленький пуфик. И еще один такой стол сюда. Захотел ты привезти в кино свою девушку вот на свидание, свечи, темнота, красота. Вот, свеча. Нет, она огромная. Такие огромные свечки я ставить не буду. Эту штуку можно повесить со свечкой. Слушайте, а это супер. Это очень классно. Я считаю, что это просто лучше. Но все равно я хочу поставить свечи именно на столик. Так что мы ставим вот эту. Она выглядит лучше всего. Теперь нужно выбрать люстру вот сюда. Какой-нибудь такой. Я точно помню, что где-то такая была. В туалете будет лампа-звездочка. Почему бы нет? Здесь мы освещение уже настроили. Мне кажется, что это очень похоже. Ну, и еще какая-нибудь лампа. Нам нужна в кафе. Вот какую-нибудь такую мы сюда приделаем. Теперь зажигаем свет везде. Ну, давайте испробуем наш кинотеатр во всей красе. Вот такая ночь. Баба-яга с Волан-де-Мортом пришли в кинотеатр на свидание. Столик для двоих. Волан-де-Морт сейчас пойдет вовнутрь и купит что-нибудь покушать для Бабы-яги, как настоящий джентльмен. Гарри Поттер у меня работает в кинотеатре. Он будет продавать им попкорн. Кстати, я забыла кастовый аппарат. Хорошо, что вспомнила. У нас же стол пропал. Два попкорна. Гарри сейчас нам соберет. Первый. Отлично. Делаем дальше заказ. Вот попкорн. Принес Володя. Супер. Ну и еще нужно что-нибудь попить. Кока-кола. И еще какой-нибудь напиток. Все. Отлично. Баба-яга решила, что ей надоело сидеть. Да и вообще холодно ночью. Зачем они вообще там сидят? И пошла играть в автоматы. Ну-ка. Баба-яга хочет джекпот. Опа! У Бабы-яги был джекпот. Все. Отлично. Она всех выиграла и сделала. Можно потанцевать. Слушайте. Для этого нам нужен диск. Вот этот диск. Открываем. Кладем сюда. И начинаем играть. Тыц-тыц. Тыц-тыц. Тыц-тыц-тыц-тыц. Ты аккуратнее там, бабуль. Куда-то опять уже провалилась. Скоро начало. Берите свой попкорн. И идите уже в сам зал. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Садимся на места. Вот сюда. Ну и фильм начинается. Как интересно. Гарри Поттер тоже пришел посмотреть. И Волан-де-Морт угостил его попкорном. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам понравилось точно так же, как моим персонажам понравился этот фильм. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Алиса Чья. Всем пока-пока.